Что вы знаете о воздушно-космических войсках? Нет, здесь не борются с пришельцами, напротив, занимаются более реальными и действительно необходимыми вещами. Например, с помощью антенны, на которой мы находимся, военные могут отслеживать траекторию спутников и ракет, и даже управлять МКС. Это программа «Служу России! ВКС!» Образована в 1957 году и участвовала в запуске первого искусственного спутника Земли. В том числе Юрий Алексеевич Гагарин летел в космос, и мы за ним наблюдали с наших средств. Сейчас наша часть очень сильно развивается, спектр, значит, растет. Все космические аппараты, которые находятся в нашем направлении, обеспечивают безопасность государства, прямо в текущий момент. А вот так установка выглядит изнутри. С помощью вот этих шарниров антенна может поворачиваться на 360 градусов. Такая установка военной части не единственная. Буквально в полукилометре от нее находится отдел командно-изберительных систем «Квант-П». Основным назначением отдела в конце 80-90-х годов было работы по телеконтролю и управлению полетами орбитального комплекса «МИР». В настоящий момент личный состав боевого расчета продолжает выполнять особо важные задачи по обеспечению управления запуском в рамках развития Международной космической станции. Данный пульт предназначен для управления всем комплексом наземным радиотехническим, который в свою очередь управляет Международной космической станцией. Это у нас происходит съем телеметрии, то есть мы замеряем скорость и дальность летящего объекта. Командно-измерительная система «Квант-П» охватывает территорию от Байконура до Уссурийска. При необходимости специалисты могут не только замедлить или ускорить МКС, но и изменить высоту полета станции. В это сложно поверить, но управление антенной, которую вы только что видели, происходит благодаря вот этой перфоленте. Как говорят военные, она надежнее всего. Даже при ядерном взрыве она будет работать. 0,10, 250. На связи. Как слышите, разбирайте меня. Слышу, разбираю вас хорошо. Спасибо за проверку. Работаем. Работаем. Естественно, передаваемые и получаемые данные очень важны. Их не должны перехватить спецслужбы других стран. За безопасность отвечает отделение ЗАС. Здесь находится стойка промежуточной манипуляции. Осуществляется переключение каналов. У нас есть резервные каналы в связи и основные. Это дополнительная защищенность. В случае, если какой-то канал выйдет основной, мы можем всегда переключить. Помимо проводных каналов связи, есть спутниковый и радиорелейный. То есть тройное резервирование. И поэтому проблем со связью с Москвой у нас никогда не бывает. Также отделение ЗАС обеспечивает взаимодействие с Центром управления полетов. Сейчас мы находимся с вами на командном пункте нашего отдельного командно-измерительного комплекса. Командный пункт является непосредственно сердцем. Именно отсюда осуществляется руководство всеми процессами, происходящими по управлению космическими аппаратами. Сюда поступают все доклады. И отсюда исходят все распоряжения по применению космических аппаратов. Не забывают в части и об общевоинской подготовке. В том числе вводят новые спортивные элементы для обучения солдат и офицеров. С учетом опыта, полученного на СВО, были разработаны новые упражнения, которые были введены в действие новым наставлением по физподготовке. Упражнение называется «Квадрат». Данное упражнение номер 61 «Квадрат» используется и проводится во всех бородах и видах войск уроженных сил. Отдельное внимание уделяет боевой подготовке. Рота охраны всегда готова отбить любое нападение. Большое внимание мы уделяем проведению огневой и специальной подготовки. Благодаря этому каждый военнослужащий уверенно владеет веренным ему оружием. Наше подразделение полностью обеспечено современными видами вооружения и военной техники. Ежедневно проводят тренировки по их предназначению. Служба в армии – это не только мужская история. В вооруженных силах есть и девушки. В войсковой части 14-129, их более 100. «Нам приезжают и лейтенанты, молодые, которые приехали только в нашу часть. Они еще не знают, что такое военная служба. И, соответственно, им нужно немножечко помочь, рассказать даже, где находится город или как обустроить свое жилье. То есть мы женсовет и, соответственно, мы помогаем в бытовых, в моральных, в психологической помощи». Помогает женсовет и семьям участников СВО. В Новый год они устроили представление с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей. А на 8 марта поздравили жен и матерей наших бойцов на передовой. Занимаются девушки и просветительской деятельностью. Проводят экскурсии для юнормейцев. «Они с нами проводят много времени, постоянно какие-либо мероприятия. Все очень интересно. И мне бы хотелось продолжить с ними работать». «Они с нами проводят много времени, постоянно какие-либо мероприятия.